Продолжение следует... И от ключицы отскочила по поле диаметром 7,62. Как сообщалось, вообще-то ключицу можно сломать сильным ударом кулака. Отскочила и ушла в мягкие ткани. Второй выстрел, когда пытался производить, произвести человек, который стрелял, 63-летний человек, пароль Аликиан, раненый уже к тому моменту, смог, так сказать, махаясь, изменить траекторию пули. И вторым выстрелом с этих самых 20-30 сантиметров человек не попал. Это вот то, что произошло, ну, по крайней мере, по тем сообщениям, которые официально были озвучены представителями, ну, и журналистами, и представителями правоохранительных органов. Проводится расследование. Пока оно не проведено и пока не выяснены все обстоятельства дела, делать какие-то другие предположения, ну, я бы сказал, крайне сложно. Второе, что бы я сказал, это по тому, каким образом влияет то, что случилось на избирательную кампанию. И вот знаменитое, кому это выгодно. Начну с конца. Никому из кандидатов в президенты, которые сейчас существуют, и политических сил, которые они представляют, это невыгодно совершенно. Пароль Аликиан не был, ну, скажем так, фаворитом предвыборной гонки. Его перспективы в любом случае не достигали первого места. Я думаю, что не достигали и второго, а может быть и третьего. Соответственно, выгодно это в том смысле, чтобы устранить конкурента, быть просто не мало никому. В том, чтобы внести неразбериху в происходящее, в том, чтобы нарушить ход выборов, достаточно спокойный, достаточно уверенный. И, в общем, любой человек в Армении, наверное, мне тоже прекрасно понимал, кто является фаворитом этой гонки, и что этот, кто, он, скорее всего, победит в первом туре. Ну, соответственно, это был выстрел не в кандидата по рулю Аликиану, это был выстрел не с целью изменить, вот, скажем так, не ход выборов даже, а результаты выборов. Это был выстрел в систему, выстрел в имидж, выстрел, если угодно, национальный символ, потому что господин Аликиан, ну, это в какой-то степени это символ независимости. Независимость – это человек, который почти 18 лет провел по политическим обвинениям в лагерях в советское время, потому что он боролся за эту независимость. Что будет? Если выборы не будут отменены, то есть, если господин Аликиан не пожелает отменить выборы, то есть, признает, что есть неопредалимые обстоятельства, которые выходят за пределы 40 дней по армянской конституции, в таком случае, то есть, если кандидат убит или он болен так, что он не может вообще принимать участие, то тогда выборы, ну, фактически отменяются, и не менее чем через 41 день наступают, ну, фактически новые выборы с новыми кандидатами, новой избирательной кампании и так далее. Господин Аликиан несколько раз говорил, что этого не произойдет, что он не желает так, чтобы развивалась ситуация. Соответственно, второй вариант, что выборы будут отменены временно, на две недели, опять же, по закону, по конституции. За две недели ход выборов изменить, наверное, получится, страна уже немножко изменилась по отношению к выборам, такими спокойными и такими мирными, как они должны были быть до этого выстрела, они не будут, но результат выборов, я думаю, что изменить, опять-таки, невозможно. Может быть, изменится соотношение, ну, просто в результате того, что произошло, господину Аликиану привлечено большее внимание, конечно же, чем было, это может отразиться на том количестве голосов, которые будут отданы за того или другого кандидата. Да, выстрел в одного из кандидатов, беспрецедентный случай, как это можно трактовать? То есть трактовать это можно и экзальтированно каким-то образом, можно и трактовать более-менее реалистично, более-менее близко к тем реалиям, которые есть. Действительно, вряд ли кому-то из действующих кандидатов на сегодняшний день был выгодно и выгодно, остается выгодным перенос выборов либо на две недели, либо, тем более, новая избирательная кампания. Так что говорить о том, что данная кампания, либо данный выстрел мог быть инициирован кем-то из них, по крайней мере, странно. Как это все повлияло на политические процессы, на избирательный процесс в Армении в течение последних двух-трех дней? Первое – это некая консолидированность, которая проявилась и в обществе, и среди политической элиты. Консолидированность с той точки зрения, что все кандидаты и практически все общество осудило этот шаг, который мог быть расценен в качестве направленного как против государственности, так и против политической стабильности. То есть, если кто-то имел своей целью привнести некий элемент нестабильности в политическую систему, либо в политический процесс, однозначно можно говорить, что попытка не удалась. Обратим внимание на три аспекта данной проблемы. На правовой аспект проблемы, на какой-то мериотический аспект и на аспект с точки зрения реал-политикса. Да, правовой аспект частично был представлен. Действительно, кандидат в президенты в случае наличия непреодолимых препятствий имеет право отложить выборы, либо выйти, вернее, с предложением Конституции отложить выборы сроком на две недели. Препятствия существуют. С правовой точки зрения, скорее всего, два из двух сценариев. Либо выборы состоятся 18 числа, либо кандидат может выйти с предложением о продлении кампании на две недели в связи с наличием непреодолимых препятствий для ее нормального продолжения. Этический момент. С одной стороны, это консолидация встания всех кандидатов-президентов, которые, по сути, осудили данный шаг. И, в принципе, кто-то из них выступил, либо выступая с предложением необходимости продолжения, либо продления кампании. В какой-то мере даже это понятно. То есть это кандидаты, которые имеют некий 5+, 7+, рейтинг, может быть, даже под 10+, рейтинги, исходя из этого, может быть, интересно поднять еще или попробовать поднять рейтинг еще ненамного. Хотя есть, наконец, третий аспект, реал-политичный аспект, касательно того, а что это изменит. Действительно, практически различные опросы показывали, что рейтинг ведущего кандидата находится на уровне 62+, процентов. Соответственно, достаточно сложно предполагать, что продление избирательной кампании может существенно повлиять каким-то образом на рейтинг ведущего кандидата. И, соответственно, маловероятно, чтобы не просто кто-то из других кандидатов поднялся в своем рейтинге, либо смог бы перевести процесс во второй. Совершенно справедливо задается вопросом, кому это выгодно. Но я не совсем согласен с тем, что это никому не выгодно в Армении. И тоже я не совсем считаю верным считать, что это кому-то выгодно на Западе. И то другое, несколько спорно, мне так кажется. Да, в Армении это не выгодно, по большому счету, никому. То есть власти это не выгодно, потому что все равно президент Армении Сарксиан побеждает. В любом случае, это всем очевидно и понятно. Но при этом, конечно, есть маленький нюанс. Есть нюанс в том, что его безальтернативность, она вызывает совершенно справедливые закономерные вопросы, в первую очередь, на Западе. То есть если он выбирает голосов, там, процентов 70 или 75, мы тут чуть-чуть много все-таки. Поэтому, конечно, в интересах действующей власти, чтобы она брала меньше голосов. Ну, в районе 60% голосов, как максимум, наверное. Может, немножко больше. Поэтому добавить немножко голосов аттернативному календарту, в принципе, это для власти было бы выгодно. Но не такой же ценой, конечно. То есть цена слишком высока, можно делать проще гораздо. Можно просто маленькими приписками сделать, чтобы было больше оптендентов на 2-3%. Это несложно. Технологии отработаны. Все сделать можно элементарно. То есть власть вряд ли. Власть сомнительна. Оппоненты тоже вряд ли. Потому что, собственно говоря, у всех у них шансов тоже, мягко говоря, не очень много. И, собственно говоря, идти на такие шаги ради чего? Тоже не видно особо смысла. Ну, если брать, например, то, что те силы, которые не представлены на выборах. Это партия Баргаваш-Аристан, это Дашаки, это АНК. Да, им это тоже невыгодно. Им это совершенно не нужно. Но вопрос в том, что всегда есть силы, стоящие за политиками. То есть есть потенциальные спонсоры компании. Есть те, кого может не устраивать то, что на выборах всего один перетрансивный кандидат. Есть те, кому хотелось бы выборы сорвать, ну, просто чтобы выборы шли заново, чтобы кто-то выдвигался, чтобы была альтернатива, и чтобы можно было сделать ставку на эту альтернативу. Ставку финансовую ставку. Эти силы могут быть и внутри Армении, и вне Армении. В данном случае это неважно. Бизнес не имеет границ. Все это хорошо знают. Если брать, собственно говоря, внешний фактор, ну, на самом деле и для России, и для Запада в целом, президент Сарксянов в главе Армении вполне устраивает всех. Собственно говоря, никаких проблем ни с ним, ни на почве Армении у России с Западом не возникает. Я не считаю, что так будет всегда. Я считаю, что, конечно, в какой-то момент такие проблемы могут возникнуть. Но пока что никаких оснований, так думать, нет. И также хочу заметить, что критика выборов в страны Запада началась не после покушения, а началась до этого. А началась тогда, когда стало понятно, что альтернативного кандидата, по большому счету, нет. Именно тогда начались замечания в сторону Армении. Именно тогда пошел некоторый такой, ну, пока что еще не вал, но некоторая такая вот напряженная критика началась. Я думаю, что, конечно, считать, что это является позиция Запада нельзя. Это своего рода предостережение, ну, и, можно так сказать, нет и недовольство. Но это не неприятие Армении, это не неприятие Сарксиана, не в коем случае. Я уверен, что если больше проблем не будет серьезных на этих выборах, то выборы будут признаны легитимными всеми заинтересованными сторонами. И в Армении, и в России, и на Западе. Никаких проблем здесь я, в общем-то, не вижу. И, скорее всего, мне тоже кажется, что выборы продадут в срок, скорее всего. И серьезных проблем больше не будет. Но, опять же, повторюсь, я считаю, что корни этого покрушения, скорее всего, находятся не за пределами Армении. И, конечно, они не связаны ни с рукой Москвы, ни с рукой Брюсселя, ни с рукой Вашингтона. Они связаны с какими-то внутренними отношениями в обществе и, возможно, в бизнесе самой Армении. Продолжение следует...